Приветствую вас. В такой ситуации имеет смысл обратиться на психотерапию и начать работать над собой на ней, потому что в рамках ответа на вопрос решить такую проблематику невозможно. Я в общем, что у вас не то, чтобы откровенно сложная проблема, да, я, например, как-то не считаю, что могут быть именно сложные проблемы, но я думаю, что есть делегатность. Вот именно делегатность, если мы говорим именно вот конкретно о делегатности подхода к вам, да, к вашей проблематике, например. И вот это довольно важный момент, потому что если не быть делегатным к вам, например, и к вашей ситуации, если не быть делегатным, вот, то довольно легко можно навредить, чего бы мне, например, честно говоря, очень не хотелось бы. Поэтому я бы вот предложил бы именно вот такое психотерапевтическое взаимодействие, я бы предложил заняться именно психотерапией, вот, и, соответственно, уже там основываться на психотерапии, да, смотреть как и что. Что у вас происходит, как и что у вас получается. Как правило, ненависть к себе, непринятие себя, вот, ну вот, собственно, то, о чем вы говорите. Это связано с рядом с трудностями, вот, и, конечно, в первую очередь это трудность восприятия себя. Вот, это трудность внимательности к себе в первую очередь. То есть, если вы к себе, например, невнимательны, ну, невнимательны к своим желаниям, допустим, да, к своим потребностям, если вы не привыкли выражать плюс-минус конструктивно, то, что вас беспокоит, если вы не привыкли этого делать, то, конечно, проблема может развиваться. Вот, и, соответственно, также проблематикой может быть и то, если вы не ощущаете, да, если вы не чувствуете личный, личный границ с, ну вот, другими людьми. То есть, не чувствуете ответственности, где, например, ваша ответственность, да, где ответственность другого человека. Ну, в первую очередь это, конечно, на мой взгляд, такая вот история про тотальную невнимательность к себе, на мой, по крайней мере, взгляд скромный. Вот, и соответственно, я бы начал именно с этого, вот, с того, что вы к себе вот можете быть тотально невнимательны. И уже с этим, с тем, что вы тотально к себе невнимательны, уже с этим можно и нужно что-то делать, да, вот. Что именно уже нужно разбираться. Вот, но я думаю, что эти моменты, значит, важно учитывать. Эти моменты важно прорабатывать. Тогда вы получите шанс что-то в своей жизни поменять. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Вы, вот вы пишите, да, что занимаетесь самокатанием, вспоминаете ошибки прошлого. Это уход от реальности здесь. Вы пишите, я причиняла боль другим людям, за что он сильно себя ненавижу. А что это такое, ну, вам бы здесь, знаете, по большему конкретике, потому что ее маловато. Я делал это не специально, так получилась, это моя ошибка. Нужно разрешить себе ошибаться, то только так вы можете верить, только так вы можете развиваться. И только так вы можете более-менее свободно жить, признавая, что вы не идеально. Но, чтобы не идеальность ваша, например, не мешала вам, допустим, да, необходимо иметь внешний интерес, вот. Ну, то есть чем-то интересоваться, например, интересоваться своей жизнью, допустим, да, если у вас интересная жизнь, то это одно. Если она вам не интересна, это другое немного. Я думаю, а то пишите, вы как пара сильно близкие мне люди страдали из моих ошибок. Ну, вот это проблема, лишние границы, в таком моменте меня пройдет, смотрит на себя зеркало. Ну, я думаю, что, как бы, лишние границы необходимо прорабатывать с вами. Так, сейчас я под себя думаю, что человек ничем не интереснее, потому что сейчас только боль. Но откуда вы это знаете, да, как-буд, надо с вами пообщаться, чтобы посмотреть, что вы за человек. Во всех своих бедах виноват только я сама, не знаю, чем были другие люди в этом не гнаут. А что за беды-то у вас? Мне сильно засыпают перед другими, а почему? И зачем? Как будто бы вы не оправдали надежды этих людей, да? Эм, так, это четыре вида от меня внутри, не могу справиться о партии в глазах окружающих. Напрямую это не связано, поэтому здесь я думаю, что-то друг, что-то другое. Мне кажется, что они ненавидят. Вряд ли ненависть. Ненависть сильное чувство. Не знаю, что мне делать в такой ситуации, что делать, чтобы что надеяться на вашу помощь. А как вы видите нашу помощь? Как вы ее видите? Не, то есть, как это происходит по-вашему? На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...